Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. Казанский федеральный университет запустил второй онлайн-марафон, зрители которого могут получить подробную информацию о порядке поступления в КФУ, новых направлениях, условиях обучения, студенческой жизни, а также познакомиться с ведущими специалистами ВУЗа. Встречи с абитуриентами проходят онлайн в официальном паблике КФУ на платформе социальной сети ВКонтакте. На вопросы абитуриентов в первый день уже ответили представители из институтов международных отношений, юридического факультета, института геологии и нефтегазовых технологий, институт управления экономикой и финансов, институт физики, институт экологии и природопользования. Сегодня, 22 мая, на самые популярные вопросы ответили представители института вычислительной математики и информационных технологий, набережная Челнинского института, института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, института социально-философских наук и массовых коммуникаций, института психологии и образования. Ключевым гостем стала проректор по образовательной деятельности ВУЗа Екатерина Турилова. Посмотреть полные выпуски онлайн-марафона «Прием КФУ» можно на официальной странице Казанского федерального университета ВКонтакте. Ректор КФУ Ленар Сафин награжден Орденом Александра Невского. Награду присвоил президент Российской Федерации Владимир Путин. Орден входит в государственную наградную систему России. Сегодня она присваивается гражданам за особые заслуги перед Отечеством в области государственного строительства. В частности, ректор КФУ был награжден за многолетнюю добросовестную работу и высокие результаты, достигнутые им при исполнении своих служебных обязанностей. Библиотечный конгресс в самом разгаре. В рамках него 22 мая были проведены различные мероприятия, на которых обсуждались самые актуальные вопросы развития библиотечного дела, внедрение современных технологий, а также опыт успешной работы библиотек, различных университетов и научных центров. В Казанском Федеральном Университете прошел ряд встреч и дискуссий в рамках Всероссийского библиотечного конгресса. В императорском зале состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к грядущему 220-летнему юбилею ВУЗа. В его рамках представители ВУЗовских библиотек Азани и участников секции познакомили с историей Казанского Федерального Университета. Особое внимание обратили на богатую и интересную историю библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, которая с каждым годом увеличивает свой фонд изданий и рукописей. Отметим, что мероприятие прошло при участии директора научной библиотеки имени Лобачевского Евгения Струбкова, директора научной библиотеки Томского государственного университета Артема Васильева. Мероприятие началось с торжественной речи первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского, после которой приглашенные спикеры вручили подарки университету. Сегодня библиотека насчитывает, вот я не боюсь собрать, более 6 миллионов книг и более 35 тысяч рукописей на совершенно различных языках. И поэтому это является библиотекой не просто, вот библиотека подойдет приходит почитать, книжечку там взять какой-то интересный, нет. Это является большой частью образовательного и научного процесса университета. И опять же повторюсь, воспитательную работу университета. Параллельно в Музее истории прошла лекция по особо ценным рукописным документам и редким книгам, ключевой темой которой стало сохранение и популяризация книжного наследия. Участники представили свои наработки и мысли, отвечающие на актуальные вопросы современности. Коллеги обсудили результаты археографических экспедиций отдела рукописи и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан, выявили проблемы безопасности фондов редких книг и многое другое. Конгресс – очень полезное мероприятие. Большое количество информации, большое количество встреч. А вот это посещение Казанского федерального университета, старейшего в России, ну это вообще какое-то потрясение, потому что когда понимаешь, что здесь учились Лев Толстой, что здесь Лобачевский ходил, наверное, дышал этим воздухом, наверное, как-то начинаешь ощущать себя иначе. Также в рамках 28-й ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации зарубежные участники из Индии, Сербии и Кубы посетили отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Лобачевского. Провела экскурсию и показала самые ценные экземпляры книг заместитель директора по научной работе библиотеки Эльмира Амирханова. Элина Александрова, Резида Каримова, Тимур Ахмедов, Александр Антонов, Универ Новости. В Казанском федеральном университете отмечается праздник всех, кто неравнодушен к филологии. Это значимая дата для студентов, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского, татарского, иностранных языков и литературы, языковедов, переводчиков и ценителей словесного богатства. Подробнее о мероприятии узнаете далее. Филология Филология – это не просто наука языки, это целая вселенная, в которой каждое слово, каждая фраза и каждый звук имеют свой особый смысл и значение. Филолог, подобно археологу, раскапывает древние тексты и пытается разгадать их секреты. На сегодняшний день Институт филологии и межкультурной коммуникации – один из ведущих и крупнейших институтов КФУ. В нем готовят высококвалифицированных специалистов. В нашем институте в настоящее время реализовываются различные программы в области филологии. Мы готовим специалистов в области русской филологии, татарской филологии, зарубежной филологии. И нам очень приятно, что ежегодно к нам все больше и больше вступают ребята, молодые люди, которые очень хорошо владеют разными языками и интересуются литературой, языком, языкознанием. И мы надеемся на то, что эта тенденция будет продолжаться. Для этого создаются все необходимые условия. Каждый год проходит по-особому. Однако есть традиции, без которых не обходится ни одно празднование. Задолго до торжества в холле были организованы интерактивные площадки, подготовленные студентами и преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации. Всего было 7 станций с заданиями филологического уклона. У нас станция называется Мэри. Вы должны запомнить все карточки. Карточки на разных языках. На татарском, татарском, русском, английском и также армянском языке. Каждый человек запоминает, вся команда запоминает эти карточки. Затем они должны найти пару каждой карты. Переворачивается и задание на запоминание. Игра наша называется Продолжайка. Наша игра про идиомы. Когда ребята к нам подходят, им приходится здесь вспоминать свои знания из области фразеологии, например. И наша игра на двух языках, на английском и на татарском. Студенты смогли проверить свои знания русского, татарского и английского языков в индивидуальной или групповой форме. Перед началом игр кураторы и волонтеры станции рассказывали ребятам о правилах и условиях участия. Дальше началось самое интересное составление пар синонимов и антонимов. Объяснение слов и их происхождения другим студентам. Известны многим игры «Крокодил», «Уна» и многое другое. Я учусь на педагогу русского и английского языка. И, конечно же, мне нравится больше всего изучать языки именно русский и английский. И также мне нравится как раз таки жизнь моего института, насколько она насыщенная, интересная. И, в принципе, мне нравится учиться как раз таки изучать все, что связано с филологией, языками и лингвистикой. На самом деле я пошла на педагога английского и китайского. И для меня языки – это что-то родное. Я уже с детства учу языки, и это очень близко мне. Я очень люблю вообще смотреть клипы, какие-то фильмы на разных языках. Мне очень нравятся, в принципе, люди, которые здесь учатся, потому что они все очень разные. Все очень творческие. У нас активно развивается творческая деятельность. Это прекрасно. После развлекательной части в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации подвели итоги пройденных ребятами испытаний. После чего состоялась концертная программа с творческими, театральными и вокальными номерами. Этот день запомнится студентам и преподавателям надолго. Этот праздник, который напоминает нам об исключительной важности знаний языков и литературы для сохранения духовного наследия человечества. Риана Файзулина, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универновости. В концертном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялось торжественное открытие фестиваля «Открытие Целины-2024», приуроченного к старту третьего трудового семестра. Погрузимся в самое сердце студенческой жизни прямо сейчас. 21 мая в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось торжественное открытие фестиваля «Целина-2024». Это ежегодный праздник, который является стартом работы студенческих отрядов. Мероприятие началось с приветственной речи директора Департамента молодежной политики, социальным вопросом и развития системы физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета Юлии Виноградовой, после чего она вручила путевки на третий трудовой семестр. В этом году на «Целину» отправятся 13 отрядов вуза и будут трудиться в самых разных уголках России. На «Целину» в составе отрядов выйдут 300 студентов КФУ. Это 6 педагогических, 2 строительных и 2 сервисных отряда, а также 3 отряда проводников. Как отмечают сами студенты, «Целина» для них не просто возможность провести хорошо время с пользой, но и шанс найти свое призвание. Именно летом выезжать заставляет, скорее всего, атмосфера именно лагеря, детей, вот этой вот трудности, то, что ты просыпаешься всегда рано, у тебя выстраивается какой-то режим, ты строишь дисциплину. Мероприятие продолжилось концертом. Бойцы и кандидаты выступили с творческими номерами, танцами, юмористическими миниатюрами, вокальным инструментальным исполнением. В этом году сюжет концерта рассказывал историю девушки, которая перед отправкой на «Целину» начинает сомневаться. Однако в конце понимают, что студенческие отряды – это не просто работа на «Целине», это семья. Елизавета Пшеничникова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Последнее время погоды в России полна сюрпризов и неожиданностей. Татарстан, конечно, не исключение. Теплая зима, снег в мае и многие другие климатические неожиданности заставили всерьез задуматься о погоде и ее настроении. На главный вопрос казанцев, чего ждать от лета этого года, ответил наш эксперт. В Казани погода очень непредсказуемая и изменчивая. Только недавно нам приходилось прятаться от холода в куртках, а теперь мы можем наслаждаться солнцем и ходить в летней одежде. Какие еще сюрпризы преподнесет нам погода в Татарстане? В этом году май, вместо того, чтобы обрадовать нас теплым солнцем, решил удивить снегом и заморозками. Такие температурные качели могут негативно повлиять на посевы и самочувствие метеозависимых людей. Люди не понимают, во что на этот раз одеться на улицу и какая обстановка их будет там ожидать. Наряду с изменениями температуры происходит и изменение атмосферного давления. А вот это каждый из нас на себе ощущает. Метеозависимые люди особенно чутко на это реагируют, у них проявляются некоторые негативные последствия. И стоит отметить, что с изменением климата не только скачки температуры у нас будут интенсивнее, но и интенсивнее будут и скачки атмосферного давления. Поэтому метеозависимым людям стоит быть готовыми к этим рискам. Но я очень, конечно, удивился о том, что в мое может снег вообще выпасть, но в моей памяти такого не было. Как привычно пошел на работу, так же провел занятия и пошел обратно. И сейчас радуюсь теплой погоде. Конечно, были планы прогуляться, съездить на пикник в какой-нибудь лес вместе с семьей. И, конечно же, этого не получилось, поэтому развлекались как могли. На самом деле я очень сильно удивился. Вот только-только снял зимнюю куртку, только начинаю привыкать к теплой погоде и бац, снова надевать зимнюю куртку. Я был ошарашен. Моему удивлению не было предела. Мне это не понравилось. По сообщениям Всемирной метеорологической организации, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Повышение температуры в наступившем году связывают с явлением Эль-Ниньо. Это потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Если сравнивать с летом 2023 года, то температура тогда превышала норму на 2,2 градуса по Цельсию. В этом году превышение температуры может увеличиться в два раза. Стоит отметить, что в годы интенсивного Эль-Ниньо на нашей территории отмечались высокие температуры, среднегодовые. И стоит отметить, что в эти годы высокая температура была и на всем земном шаре. В то же время эти явления нельзя увязывать с такими локальными процессами, такими, как, например, какая-то локальная волна тепла или холода, которая приходит к нам на срок 5-7 дней. По долгосрочным прогнозам Гидрометцентра России, лето прогнозируется никак не холоднее нормы. Так, в июне и августе ожидается температура около 18,5 градусов, а июль прогнозируется аномально жарким. Стоит отметить, что он может стать пятым подряд аномально жарким июлем за последние годы. Если в мае не удалось устроить традиционно шашлычный пикник, то этим летом точно удастся это сделать. Ведь наш метеоролог не ошибется. Желаю всем теплого и шашлычного настроения. Ралина Мисбахова, Аделина Драхманова, Николай Осуховский, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»